Солнечный день сегодня, даже слишком солнечный, а потому что Медуза уже в городе, и какое бы вы имя не придумывали моей BMW 4, она все равно теперь уже будет Медуза. Даже я на самом деле не хотел этого имени, но так вышло. У меня там была и Мачете, потому что типа М4, а Ч через четверку, и еще какие-то варианты. Ну послушайте, поскольку она водолазы была привезена, как утопленник из Штатов, и мы шутили там с ребятами из Дэнни Карсту, типа в бардачке у него может быть осьминог или Медуза, все, она тупо стала Медузой. Единственное, что я добавлю Double Z, и получится в лучших традициях Миллера, так сказать. Сейчас мы едем на базу Дэнни Карст, там где находится Bosch сервис, и все боксы, где Дэнни Карст занимается восстановлением и ремонтом машин. Потому что вчера ночью уже приехала Медуза с Одессы. Кстати, в Одессе было очень много проблем, на протяжении трех недель ее держали в порту. Но это Украина, ребят, просто ситуация такая, что в порту опять была смена руководства, и все там боролись за своих брокеров, и три недели они не выпускали машины из порта. Обычно отгружают по 100 тачек в день примерно, а за этот период отгружали 10. И пока дошла очередь до Медузы, прошло вот таких вот сраных три недели, за которые все перенервничали, потому что расписан и пластик, на который она должна поехать, и каркас, который должны были сварить. Ну, в общем, мы немножко уже опаздываем на пару недель. Но это не страшно, потому что если она уже здесь, значит, работы пойдут быстрее, и все к этому готовы. Сейчас мы едем на базу Denny Cars для того, чтобы погрузить машину на эвакуатор и отправить ее на Elite Sport, где ребята уже прикинут, чуть ее разберут, выставят зазоры и будут уже снимать матрицы с ключевых деталей, для того, чтобы потом в отсутствии Медузы, так сказать, производить детали. Серый и Саня Брыхунчик в теме. Привет, пацаны. Привет, всем привет. Продакшн, юб. Медуза хороша. Вот если мы сюда поставим ковш, блин, то шлем может не поместиться. Хотя мы снимем обшивку, но появится каркас. Короче, есть вопросы. Ну, ничего страшного, машина же машина все-таки. Скотина какая-то украла. Всего она плывет 34-35 дней. Есть задержка по Одессе, но это связано в большей мере с бюрократическими проблемами. А для того, чтобы решить эти проблемы, мы начали возить тачки через Клайпеду, через Литву. Велкам. По тачке идем пару слов. Значит, все очень сильно боятся соленой воды, а это была соленая вода, а это был океан. Но на самом деле даже кожа осталась целенькая. Никто химарь не проводил. Руль целый, кожа на сидухах целая. И даже не осталось следа на ткани, на полике. А это говорит о том, что подмокло, но не сильно. Идем дальше. Когда она подтапливается, то попадает вода в фары. Ну, настоящие барыги, которые еще более барыги, чем мы, просверлили здесь дырочки для того, чтобы водичка отсюда вытекла. Ну, вот такая вот фишка. Мы так промышляем. Всем хейтерам. Мы вас любим. Но я напомню, что тачку мы взяли в большей мере для каркаса. Поэтому фишка водолаза в том, что они целые, целые. Не нужно ничего вмонтировать, вшивать, прошивать, вваривать, переваривать. По кузовщине все четко. Соль не разъела, не разъела. Все за е... Тачки. Сертификация. Что это такое? Значит, все тачки, которые приходят из-за границы, проходят эту процедуру. Связано это с тем, чтобы наш институт автодорожный дал оценку машине. Дал оценку по Евро-5, Евро-4, по выбросам С2, по общему состоянию автомобиля. Может ли она вообще передвигаться по территории Украины? Это главный месседж, на который мы должны ответить путем прохождения данной сертификации. Значит, алгоритм такой. Только после сертификации, только после получения данного документа мы едем ставить машину на учет. Почему так? Это бюрократия нашей страны. Это как бы институт нам отвечает, что да, эта машина может передвигаться дорогами Украины. И только после этого наш МРЭО может поставить тачку на учет, уже официально зарегистрировать и выдать их паспорт. А сейчас я попрошу серого рассказать по поводу закона, который там в декабре вроде выступает в силу. Какие дальше планы? Что там везете с Америки, не везете? Мне это очень интересно. Я думаю, что мы сейчас его поставим на фоне самой крутой тачки, которую они привезли, по моему мнению. Это Ford Mustang Rush Performance. Пошли. Показать тебе, что такое ремонт водолаза. Показать мне сюда. Серый, а это тоже водолаз? Ну, это с Японии. С Японии водолаза. Там вода соленая. И больше рыбок разных всяких, разноцветных, да? Это наша самая красивая машинка. Ford Mustang Rush Performance на настоящем Rush-овском обвесе. Сейчас покажу, что с ней было. На мостанах, не сильно похож на мостанах. Сняли крыло. Показалась картина еще хуже. Подвеску сняли. Все в работе. Короче, не было вообще этой части. Не было вообще. Не было. Вот у вас просто дырка была. Вот дырка. Видишь? Всю подвесочку сняли, потому что разорванные полуоси. Что можно было, все пообрывали. Эта часть старого крыла, с него сняли наружную часть, которую уже вмонтировали сюда. Rush. Это Rush, братан. Посрабатывала вся безопасность. Все сидухи, торпеда, потолок уже сняли, дали в работу. Все ремонтируется на самом деле. Очень страшно выглядит, но это 60 долларов, это 200 долларов. По потолок по 80 долларов шторка. Но видон, конечно же, не алё. Но и тачка жирнючая, и диски, Вася, это натурные диски. Братан, это восемь. Это восемь. А будет ремонтировать вулкан. Первый раз столкнулись с этим. Обрати внимание, братан, крыло держится вообще на герметике. Никакой, Вася, сварки. Значит, я напомню, ребят, что по старому закону мы возили моторы, бензины до 3 литров, а дизель до 2,5. А в Америке дизеля практически нету, поэтому акцент только на бензин. По новому закону, по проекту одному из законов, обещают, якобы моторы свыше 5 литров тоже будут с допустимыми цифрами по растаможке. И вот этого красуна 5-литрового тоже можно будет затягивать с натуральным В8, Вася, мотором, как называют, койот. Также это будет касаться всей настоящей Америки, которой меньше 5 литров нету. Но это обещание. Состоянием на сегодня мы вот-вот ждем заседания Верховного Совета. Так вот, мы ожидаем, что разрешат возить большие моторы свыше 5 литров, поэтому настоящий В8, welcome. Состоянием на сегодня это ожидание, это наши надежды, потому как настоящая Америка это большие моторы. Значит, по новым законам, которые мы ожидаем, мы рассчитываем, что можно будет таможить большие моторы свыше 5 литров. Это самое жирное. Номер 2, это все, что было с моторами до 3 литров. Аналогично все это прописывается в законе и аналогично будут вменяемы цифры по акцизу, по растаможке. Состоянием на сегодня это наши ожидания и пожелания. И дополнение в этом законе касается года выпуска автомобиля. Теперь, чем автомобиль новее, тем он будет дешевле по растаможке. Это, конечно же, касается машин, которые до 5 лет. Ну и вот, например, 18-й год, минимальный пробег, минимальная цена по растаможке. Вот такая общая идея. Как вы знаете, по таймингу, по Медузе все очень четко. И мы месяц просто прай в Одессе. То есть, получается, если везти сейчас машину 18-го года, например, то она будет дешевле, чем сейчас мы везли. Да, потому как сейчас они не обращают внимания на год. Вот сейчас просто есть там все, евро 5, там 5 лет, там. А сейчас будет уже 18-го года дешевле, 17-го года чуть дороже. Так, грубо говоря, 16-го года вот это BMW будет после принятия закона, когда он вступит в силу, дороже привезти, чем сейчас мы привезли. А 18-го года дешевле. Дешевле, да. Вот на примере, на каком-то примере. Я это сделаю для того, чтобы вывозили новые тачки. Правильно, как мы. Дружбальщик есть? Погнали. Я поздравил. Давай, давай, давай. На вот этой современной машине, надеюсь, ее не привезли с Америки. Мы сейчас повезем Медузу на пластик. На первый приход в пластик. Без обид, конечно, но машины на Денни Кларк не остается пока что. Едет сейчас по своим делишкам, но вернется через 6 месяцев. Хотя нет, стоп. Запчасти мы же будем ее разбирать. И запчасти... Барыгам. Да, мы отдадим барыгам для того, чтобы их можно было продать. Запчасти продаются. Кроме этого, еще фары и оптику будут восстанавливать тоже Денни Кларк, чтобы она нормально светила. А потом продавать. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... снять матрицы с основных деталей и потом она уже поедет на каркас именно поэтому да будет медузе дрифтовый старт в этом году как видите уже ночь ночь же да как видите уже ночь а значит день закончился продуктивно поэтому если вы болеете за меня за то что будет происходить с медузой рассчитывайте как и я что она поедет в следующем сезоне мне нужна ваша поддержка это правильный комментарий лайкосик значит как там говорил женя в приколой а приколой всегда ляпните по колокольчику чтобы не пропускать это был миллер и канал пусть меня специально для вас